Здравствуйте, извините, что у меня не было несколько часов, я просто как-то пытаюсь делать как можно больше в Москве. Но еще раз спасибо организаторам за то, что они организовали эту конференцию. Мне кажется, что сейчас очень важно, чтобы мы общались друг с другом, чтобы мы говорили о проблемах, как о национализме. И спасибо им за это, потому что это адский труд, как мы это все знаем. То есть, то, что меня поразило, как вы, может быть, видели по тому, что я сказала вчера, это то, что на самом деле у нас как-то не хватает слов. Мы не знаем, какие слова использовать. То есть, что такое национализм, что такое патриотизм. Значит, замечательно как-то любить свою страну. А оказывается, что патриотизм сейчас более или менее это значит национализм. И что национализм более или менее это значит экстремальный национализм. То есть, те, которые действительно как-то берут оружие, чтобы, скажем так, заявлять о себе. И мне кажется, вот в этом контексте, в контексте тоже, где вот мы видим, что у власти тоже есть вот эти рассуждения о том, что такое нация. Вот много, с одной стороны, есть много национальный народ, много национальная страна, с другой стороны, есть российская нация. Вот я не знаю, почему они используют это слово нация. То есть, мне кажется, что здесь есть какая-то путинца между словами, вот что такое общество, что такое народ, что такое нация. И мне кажется, поэтому, что очень важно, может быть, возвращаться к неким основам, и в том числе к некоторым проблемам, которые были изложены очень конкретно и очень как-то подробно в самоиздате среди правозащитников в России. И особенно у Андрея Сахова. Для молодых это, наверное, самый известный правозащитник в России во время Советского Союза, он получил Нобелевскую премию мира. О своих воспоминаниях Андрей Сахов напоминает, что в СССР в 20-х и 30-х годах слова «Россия» и «Русский» звучали почти неприлично. В них ощущался оттенок тоски бывших людей. То есть, невозможно было, в принципе, говорить «вот я русский человек». Но он подчеркивает, мои родители просто были людьми русской культуры. Они любили и ценили русскую литературу, любили русские и украинские песни. Здесь никакой ненависти, здесь просто вопрос о любви. Но в этих нескольких строках упоминается, как мне кажется, одна из драм, которая имела место везде в Советском Союзе, не только в России, в разных временах. Русские, грузинские, бальтийские, украинские и так далее люди были насильственно оторваны от своей национальности на античности и от религиозной идентичности, которая была, скорее всего, связана с национальной принадлежностью. Новые власти требовали, чтобы эти люди стали советскими людьми. Значит, вы уже не русский человек, нам это не подходит, давайте, вы должны становиться советским человеком. Там может быть много хорошего и чего-то плохого, но во всяком случае вы должны оторваться от идентичности ваших предков. И вот этот новый человек якобы был и условием, и результатом строительства коммунизма. Такое резкое разрушение связей с прошлым, с родителями, с предками, является источником и личной, и коллективной травмы. Но эта травма и ее конкретные последствия для следующих, для сегодняшних поколений еще никогда не было полностью проанализировано. Сегодня, скажем так, на Западе развиваются все эти memory studies, trauma studies, даже post memory studies, которые как-то доказывают, что если, скажем так, твой дедушка был евреем, его дезвитно жгли в газовой камере, значит, вот ты все еще как-то чувствуешь себя, скажем так, вот эту травму ты чувствуешь на себя. Таких исследований абсолютно нет на Западе. В России, я имею в виду. В России нет, и на Западе очень мало трудов, посвященных по советскому пространству. Зато эта травма существует. И иногда, как мне кажется, она дает рождение именно в форме жесткого национализма. Одновременно нужно, как мне кажется, снова определить, что такое патриотизм. В стране, где названия и принципы родины несколько раз изменились с начала 20 века. Родина – это что? Где границы родины? Вот вчера мы говорили немножко как-то о понятии малой родины. Вот это понятие малая родина существует только в России, на самом деле. Читайте у Симонова, например, даже во время войны, значит, о чем он говорит? Вот убей фашиста, вот если дарит тебе твой дом, если ты любишь твою маму, если ты любишь твоего отца, убей фашиста. То есть, потому что вот родина – это что, это Россия, это СССР, это что? Это слишком сложно определить, и появилось вот это понятие «молодая родина». В середине 60-х годов правозащитники в России пытались заниматься именно этой травмой. И травмой, которая появилась вследствие насилия, жестокого насилия, огромного насилия, которое было использовано властью против советского народа. Эти правозащитники хотели препятствовать, и до сих пор хотят, повторению произвола, восстановить факты, что случилось с нами, почему у нас были убиты миллионы людей, нашими руками, руками наших предков, и восстановлять оторвание связи с культурой, которая существовала до этого. Андрей Сахов, который до этого был гениальным физиком, был один из этих правозащитников. И в контексте Советского Союза, и вновь рождающегося русского национализма, он защищал права человека, которые, по его мнению, были основой и способами гармонической национальной реконструкции. И оказывается, что те вопросы, которые он задал тогда, и на которые он ответил, снова являются очень актуальными. С первого его самецитатского текста в 68-м году «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании, интеллектуальной свободе» Андрей Сахов стал открыто выступать за миром. И он связывал мировую безопасность с соблюдением прав человека во всех странах, в том числе в СССР. Таким образом, он изложил в 75-м году свои Нобелевские лекции, я цитирую, «Тезис о первичном, определяющем значение гражданских и политических прав, формирование судеб человечества». «Я убежден», — говорил он, — «что международное доверие, то, чего сейчас как-то нету, да, взаимопонимание, разоружение и международная безопасность, немыслимы без открытости общества, свободе информации, свободе убеждений, гласности, свободе поездок и выбора странных проживаний». Не забывая о социальных и экономических правах, которые якобы защищал СССР, академик Сахов хотел, чтобы были соблюдены гражданские и политические права, которые существовали в советском законодательстве и в международных текстах, подписанных советскими властями во всеобщей декларации прав человека, в пактах о правах человека и в заключенном акте Хельсинских соглашений. Для него защита прав человека — очень конкретное задание. Это значит, — сказал он, — бороться за каждого человека в отдельности, против каждого случая несправедливости нарушения прав человека. Это не, скажем так, абстрактная идея. Это, наоборот, конкретная борьба за каждого человека. И он действовал до конца жизни, исходя из этого понимания, считая необходимой связь между правами всех и правами каждого. Так как Сахов с российскими правозащитниками требовали соблюдения принятых законов, они сами поступали в рамки советских законов, то есть совершенно как-то легально. И они поступали открыто, не анонимно, и принцип гласности был у них ограничен толка из-за преследований со стороны советских властей. Конечно, Андрей Сахов был против любой реабилитации Сталина и сталинизма, он боролся с этим. Сталинизм для него — это что? Это время, когда советскому человеку не было гарантировано даже первое из всех прав права на жизнь. Очевидно, что в понимании прав человека понятия «нация» не существует. У каждого человека должны быть те же самые права, где бы он ни жил — во Франции, в СССР или в Канаде, какого бы ни была у него национальность — французская, русская, еврейская или чеченская. Андрей Сахов боролся в том числе за те евреев, которые хотели эмигрировать из Советского Союза, и были преследованы из-за этого желания. Но он одновременно заявлял, что это право, которое сейчас есть у всех, должно быть у любого советского гражданина, не только у евреев, не только у немцев, у которых якобы была какая-то мистическая, историческая родина, как тогда говорили. Типа, вот эта страна не ваша родина, у вас другая историческая. Безобразие просто. Он говорит, нет, значит, это право должно быть у любого советского гражданина. И что именно это право является гарантией всех остальных прав. Вообще он считал, что разные самостоятельные движения являются органичной частью, говорил он, движения за право человека. Как и борьба за право эмиграции, как мы видели. Движение за право жить в Крыму для крымских татар. Это уже тогда было. Движение за сохранение национальных культур. Русской культуре, украинской культуре, еврейской культуре и так далее. Религиозные движения и так далее. Речь идет о защите прав всех советских людей, всех групп советских людей и не только прав одной определенной нации. И в этом Сахов очень отличался от националистов всякого рода, которые тогда существовали в Советском Союзе. Как мы знаем, и я как-то быстро об этом скажу два слова, официальный русский националист появился в СССР, русский националист именно, в конце 30-х годов, после того, как было запрещено говорить о России и о русских. По словам Сахова, я цитирую, идеи русской национальной гордости стали тогда усиленно использоваться официальной пропагандой и для оправдания международной ее изолации и борьбы с так называемым космополитизмом, то есть в основном с советскими евреями. Этот официальный русский националист действительно сопровождался, особенно после войны, очень сильным государственным антисемитизмом. Просто вот это можно найти в политике, это можно найти в культуре, просто как-то читаете или интересуетесь такими писателями, как Сафронов, Суров, Бубенов и так далее, которые все получили сталинские премии, хотя они были просто жуткие антисемиты и писали то, что как-то, скажем так, не осталось у нас в культуре и в литературе. Кроме того, с начала 60-х годов интеллигенты стали проявлять повышенный интерес к русской культуре, к своим корням, корням своей культуры, корням своей религии, корням, откуда мы приходим. И они стали интересоваться народным искусством, религией, языком и так далее. Таким образом, появились разные виды отношений к России и в самоиздате, например, и тоже в официальных кругах. Начиная с любви к несоветской России, как-то дальше от Советского Союза, до агрессивного национализма, который существовал еще раз и в официальных кругах, и тоже в самоиздате. И в этом агрессивном национализме критикуется больше Запад и евреи, чем советской власти. С годами Андрей Сахов относится к национализму более и более подозрительно. В своих воспоминаниях он пишет, что является космополитичнее, чем родителей, и добавляет, русская культура моих родных никогда не была националистичной. Я ни разу не слышал презрительного или осуждающего высказывания о других национальностях. В том числе он считал, что настоящий русский интеллигент никогда не является антисемитом, и это ему сказал уже великий физик Игортан. Кроме того, Сахов не считал, как Солженицын, что русский народ пострадал в 20 веке больше, чем все остальные народы. Он считал, что да, он пострадал, он ужасно пострадал, но не обязательно больше других. По мнению Сахова, другие народы, нации, национальности пострадали так же, как русские, иногда больше при советской власти. И он также призывал к тому, что нельзя изолировать страну от запада, так как, я цитирую, нет ни одной важной ключевой проблемы, которая имеет решение в национальном масштабе. В начале российскими правозащитникам трудно было определиться по отношению к неофициальным националистам. И они защищали тех националистов, которые подвергались репрессиям. Это немножко, знаете, те вопросы, которые были заданы, когда были вот эти огромные манифестации в России в 2011-2012 году. Можно ли, нужно ли, приятно, принято ли принимать участие в демонстрации, где тоже есть националисты. Скажем так, диссиденты тоже как-то задали себе этот вопрос. И постепенно правозащитники приняли во внимание те фундаментальные отличия, которые существовали между ними и националистами. В конце концов в 1980-м году Сахов заявляет, что убежден, что я цитирую «националистическая идеология опасна и разрушительна даже в ее не наиболее гуманных, на первый взгляд, диссидентных формах». Андрей Сахов находится в Ниганном силке в Горком уже седьмой год, когда в декабре в 1986-м году ему звонит Горбачев, который недавно начал перестройку. Приглашая Сахова вернуться в Москву, Горбачев к нему призывает «возвращайтесь патриотическим делом». Дальше Сахов никак не меняет свои позиции. Он постоянно призывает к освобождению всех политзаключенных и соблюдению прав всех советских граждан и любого советского граждана. И быстро та печать, которая поддерживает перестройку, представляет Сахова примером русского интеллигента. Он был, как вы знаете, в конце концов избран депутатом на Верховный Совет. Это была борьба, это была борьба, потому что, скажем так, элита была против. И в этих условиях его защищал кто? Народ. И Сахов это подчеркивает в своих воспоминаниях. Он пишет, например, когда он описывает эту борьбу, многократно обманутый, живущий в условиях всеобщего лицемерия и разрушающей коррупции, беззакония, блата и прозябания народа, оказался живым. Это тоже для тех, которые считают, что якобы русский народ генетически является пассивным и так далее. Нет, во время перестройки, когда надо было что-то защищать, этот народ вышел на улицу. Академик Сахов принимает очень активное участие в трудах СИЗДА. В продолжении борьбы, которую он ведет с 68-го года, он выступает за право на митинги и демонстрации, потому что, конечно, это очень важное право, и за право на разные мнения и высказывания. Он желает полной религиозной свободы, хотя он сам не был как-то религиозным человеком, можно сказать. Он тоже желает независимого правосудия и равенства в правах для всей республики. Кроме того, он публично заявляет, что война в Афганистане была преступной авантюрой. И это осуждение этой войны вызывает большую поддержку со стороны народа. Главное, Сахов призывает в съезд принять постановление, содержащее принципы правого государства. Он борется, чтобы принять декрет о власти, который отменяет шестую статью Конституции, дающую КПСС руководящую роль в стране. Декрет также усиливает власти с самого съезда и ограничивает возможности КГБ. Сахов продолжал эту борьбу. К сожалению, как вы знаете, он умер через шесть месяцев после этого первого съезда. он умер в декабре 89-го года. Сотни тысяч людей, русских, советских людей, его сопровождали на гражданскую паникаду, которая имела место в Лужниках. В конце я хотела бы сказать, что мне кажется, что сейчас через почти 27 лет после смерти Сахова стоит размышлять о его действиях. Во-первых, нужно сказать, что он добился конкретных результатов. Скоро после его смерти шестая статья была отменена и общество мемориала, которое сильно поддерживали Сахов с женой, было разрушено. Мемориал продолжает по-своему, как мне кажется, стремление Сахова до сих пор. Мемориал защищает право человека в России, изучает и осуждает советские репрессии. Несколько лет после смерти Сахова положение в правах человека улучшилось в России, несмотря на огромные социальные проблемы и на войну в Чечне. А потом, уже, скажем так, 15 лет назад, это положение снова ухудшилось. И произошло недавно, как мне кажется, очень показательное событие. Мемориал, который продолжает борьбу Сахова, заявлен иностранным агентом. Этот явник, иностранный агент, намекает на то, что защита права человека и изучение коммунистических преступлений якобы несовместны с русской идеей или с российской идеей, как хотите, хотя вот звучит даже как-то смешно, которую пропагандирует сегодняшняя власть. Кстати, в декабре 2015 года президент Путин подписал закон, по которому Конституционный суд Российской Федерации имеет право решать примет ли он во внимание или нет решение международных судов по правам человека. Это значит, что, например, Россия сможет игнорировать решение европейского суда по правам человека, хотя Россия сама просила, чтобы ее приняли в Совет Европы и тогда она дала слово, что да, она как-то примет во внимание решение этого суда, то есть здесь как-то что-то просто как-то не подходит, вот или то, или другое. Кроме того, создание предприятий мемориалу доказывает, как кажется, что право человека в России менее важнее, чем право какого-то коллектива неопределенного, который якобы представлен государством. Это превосходство коллективных прав было недавно снова утверждено и оправдано патриархом Кириллом, хотя на самом деле этот принцип уже был в силе во время СССР. Есть якобы народ, мы защищаем народ, но народ это не как-то люди один плюс один плюс один. Вскоре после окончания Второй мировой войны немецкий философ Каллиасперс сказал, что, я цитирую, люди прибегают к правам человека, когда они сознают человека как такова. Вот, я боюсь, что это все еще не совсем произошло в России. Но Россия является многонациональной страной, как любит повторять президент Путина. Поэтому любой национализм, агрессивный национализм, нелюбовь к родине, на основе одной нации представляет угрозу самоидентичности страны. И поэтому они как-то взяли вот это понятие российской нации, российской нации, но они как-то понимают, что национализм это очень опасно для России, как для любой страны. Зато защита прав любого человека создает условия и среду, чтобы разные народы и национальности жили мирно и дружно вместе и рядом друг с другом. Сегодня можно, конечно, подумать, что значительный час российского общества похожа не на этих тысяч граждан, которые сопровождали Сахова на кладбище. А на этого в кавычках советского мешанина, о котором говорил Сахов, и идеологию которого состояла из следующих идей. Первый культ государства, второй это у всех во всех странах, эгоистическое стремление обеспечить своей семье благополучие, вот это есть у всех. Третий идея национального превосходства. И по поводу последней Сахов замечал очень тревожные симптомы, и он надеялся, что эти силы не будут развязаны. Я цитирую, после классовой ненависти нам только не хватает красовой. Мне кажется, это будет как-то мое заключение, что отношения сейчас к Сахову и его наследству очень показательны. Они свидетельствуют об отношении к СССР, как мы его как-то принимаем и помним, о выборе между правом человека и националистическими заявлениями, о месте отданном российской и русской интеллигенции в стране, во главе которой находятся скорее всего сейчас эти бывшие офицеры КГБ, которые преследовали правозащитников в 70-х годы. В Москве до сих пор есть Саховский центр, который был создан Еленой Боннер на свои деньги. И этот центр остается местом общения и дискуссий. Но он подвергается даже физическим нападкам. Например, мы все помним несколько недель назад в сентябре. Эти нападки, как и проблемы на пути действия мемориала, могут только беспокоить и печалить тех, кто желает России стать страной, где человек, именно человек, уверенный в себя, в себе и в своих правах, сможет работать свободно на себя, на свою семью и на свою многонациональную страну. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.